Я вам расскажу историю про 20 января. В этот день мы получили информацию, что раненый очень тяжелой человек на Майдане. Мы не верили, потому что нам каждый день поступала информация о том, что раненые люди едут в танки, едут во себя. Мы не хотели приносить панику, потому что люди выходили для того, чтобы поддержать студентов, волонтеров, активистов. Но мы проверили эту информацию и оказалось, что в госпитале действительно есть первый очень тяжело раненый. И в госпитале не хватает групп крови его конкретно. Мы очень быстро написали пост, это было там 120 знаков, 120 символов. Такого-то человека не хватает группы крови. Пожалуйста, помогите. На следующий день с утра всех СМИ я прочитала новость о том, что в этой клинике пришло 200 человек, чтобы сдать свою группу крови, чтобы помочь Герману Раме. 120 символов может спасти жизнь. Когда же это место заходит в спальню президента, который с позором лежал из страны, потому что он настолько проворовался, что народ его просто снес. Но это хорошая прилипка для всех наших. Будьте не безразличны. Вы должны интересоваться политикой. Но вы должны не просто слушать для шпотов, которые вам с битбордом вещают, какие-то виллы, рисунки, какие-то сладкие вещи в док-шоу. Вы должны интересоваться в глубине, что происходит в обществе, почему эти процессы. И интересуйтесь, следите. То есть, если вы не любопытны, вам все равно, и вам нет, это не равно. Это качество, которое тебя заставляет вставать и делать что-то, когда ты очень дико устал, ничего не хочешь. Ну вот просто ты не можешь, вот ты не можешь. Ну все интересны. Это первое. И второе качество – это неравнодушие. Когда тебе не все равно, и ты любопытный, ты рано или поздно придешь к какой-то середине, да, какое-то компромиссное чувство. И мне кажется, это два качества, которые вот в пасе должны быть. Можно сказать, что простого любопытства недостаточно для журналистов, потому что можно любопытствовать и держать их при себе. Очень важно очень желание поделиться во мне, желание, чтобы другие тоже знали правду. Это номер два. Номер три – это еще необходим определенный набор стандартов все-таки журналистских и инструментов журналистских. И в эти стандарты, в общем-то, в какой-то степени входит и марат, да, вот те качества, о которых Мустафа говорил в общечеловечестве. Но я специально упоминаю это отдельно, потому что есть определенный набор конкретно журналистских инструментов, да. Вот у нас, например, никогда-нибудь статья без комментариев человека, которого мы ни в чем-то обвиняем, или говорим, что он там какой-то, ну, румпированный, грязный или еще что-нибудь подобное. Даже если это, даже если мы сто процентов знаем, что это Янукович, и он украл дежегория, которая стоит миллиард долларов, он все равно отдаст нам звонить его при службе и спросить. Поэтому вот три столмана, на которых зиждется журналистика, это а, Лаппынская, б, желание поделиться, и третье – набор стандартов и набор консервистов.